В Североказахстанской области планируют наладить выпуск лекарственных средств из натурального меда. Ежегодно в регионе получают до 100 тонн янтарной сладости. Местные пчеловоды задумались о строительстве цеха по переработке. Наши корреспонденты съездили на пасеку и пообщались с теми, кто знает о пчелах буквально все. В пчелином мире тоже есть свои законы. Если рамка запечатана полностью, значит мед созрел и можно приступать к его откачке. Кстати, в это время пчелы ведут себя абсолютно спокойно, потому что слишком заняты своей работой. Вот здесь вот очень хорошо пчела проработала. Полные рамочки принесла меду. В одной такой рамке как минимум 3 килограмма натурального продукта. Пчелки австрийского происхождения на редкость трудолюбивы. Свой план они выполнили всего за два месяца. Потому качать мед на севере начали раньше, чем обычно. Да и сама природа так распорядилась. Вовремя цветут травы, вовремя идут дожди. У нас мед ценится тем, что у него очень высокая диастаза. Это у нас до 34-35 бывает. Экология чистая. То, что у нас нет загазованности такой. Леса хорошие, такие чистые. Оказывается, среди пчел есть свои разведчики. Они улетают за десятки километров в поисках медоносных полей. А когда находят, ведут туда всю семью. Василий Гапон может часами рассказывать о своих жужжащих питомцах. Он с детства любит мед. И с тех пор, как вышел на пенсию, свободное время проводит на пасеке. Для меня это отдых. Все равно даже три на даче улья будут стоять. Может быть, болезнь какую-то можно вылечить. А это вряд ли. Это неотделимо. Североказахстанский мед уже распробовали за рубежом. Сейчас местные пчеловоды собирают первую партию янтарной сладости для отправки в Арабские Эмираты.